Здравствуйте! В этом коротком видео мы посмотрим, как сделать апдейт или закачать новые партии в мега-базу, которая идёт в составе ChessBase программы. Для этого мы будем использовать ChessBase 16, 64 бит. У кого 16-й версии ChessBase нет, но есть 15-я, все шаги практически будут теми же самыми. Для того, чтобы иметь доступ к тем партиям, которые пока что не содержатся у нас в мега-базе данных, мы должны иметь аккаунт ChessBase аккаунт. Если у нас его нет, то нужно его создать, и тогда мы получим доступ к обновлениям, которые периодически выходят, и будем иметь доступ к тем партиям, которые мы можем докачать к нашей мега-базе данных. Для того, чтобы открыть программу ChessBase, нужно дважды кликнуть на иконки ChessBase 16, которые я подготовил заранее для своего собственного удобства. Это делается очень просто. Я не буду на этом останавливаться. Итак, дабл-клик. Вот сейчас загружается программа ChessBase. Иногда на экране появляется окошечко Login, где вы должны вывести юзернейм и соответствующий пассворт. Тогда вы сразу попадаете на свой аккаунт, и новые партии могут оказаться для вас доступными для закачки. Но иногда это окошко не появляется. Ну, как вы видите, здесь просто юзернейм и пассворт. Вот. Предположим, такое окошко не появилось. Тогда можно зайти, нажав на иконку Login. Вот здесь вот в верхней строке, в статусной строке меню. И это окошечко инициализируется. Давайте я введу свой пассворт быстренько. Окей. Вот. Теперь мы взошли на свой аккаунт. Кликаем на Mega Database 2021, то есть 2021 год. Вот в середине экрана у нас появляется список партий, которые у нас уже содержатся в мегабазе данных, в Mega Database 2021. И мы хотим закачать новые партии, если таковые существуют, если было какое-то обновление с того момента, когда мы обновлялись в последний раз. Для этого вот здесь в правом нижнем, простите, в левом нижнем углу экрана есть кнопочка New Games. Нажимаем на нее. И появляется окошечко в середине экрана. One Game Updates Available. Install. И мы можем выбрать также Classical View. Значит, что это означает? Один апдейт доступен. Инсталлировать. Или если мы выбираем Classical View, то мы сначала пойдем на классический, так сказать, вид интерфейса ChessBase, который нам позволяет делать апдейт тех партий, которые являются для нашей Mega Database новыми. Давайте выберем классический вид. Нажимаем на классический вид и говорим ОК. Значит, программа связывается с сервером Connecting to Server. И через некоторое время мы увидим окно или экран, где можно выбрать те партии, которые мы захотим закачать. Значит, в левой части экрана, в верхней, как бы, четверти экрана, вы видите Update Correspondence Database, Not Subscribed, Update Correspondence Database, Not Subscribed. Как видите, да, Update Mega Database 2008 и так далее. В самом-самом верхнем ряду вы видите Update Mega Database 2021, Number of Games. Если мы вот так вот расширим эту колоночку, этот столбец, то мы увидим, какое количество партий мы можем закачать. Значит, мы клик и состояние или State Subscribed. То есть, мы подписаны на это. 31 часть всего апдейта. Давайте кликнем сюда. И у нас в нижней четверти, левой половины экрана, мы видим много всяких апдейтов. Update Mega Database 2021, Number of Games 5067, Not Loaded. Вот это вот то, что мы хотим загрузить. Давайте кликнем сюда. И в левом верхнем углу экрана вы видите значок Download Games. Давайте кликнем на него. И вот пошла закачка этих новых партий или новой порции. Новой порции той информации, новой порции партий, которая у нас отсутствует пока что в нашей Mega Database. в Мегабазе данных. Вот. Процесс мы останавливать не будем. Я специально хочу дождаться конца этого процесса для того, чтобы показать весь, всю операцию целиком. потому что после того, как мы закачаем новые партии, нам понадобится еще кое-что сделать для того, чтобы наша Мегабаза работала достаточно. Ну, или, по крайней мере, настолько быстро, насколько это возможно. Для этого нам понадобится еще пара шагов. Но мы вначале должны дождаться, когда когда импорт новых партий закончится. Так что давайте наберемся терпением. Несмотря на то, что процесс идет не быстро, давайте наберемся немножко терпением и дождемся, дождемся, когда он закончится. Во время этого апдейта все партии, которые мы закачиваем, они попадают сразу в нашу Мегабазу данных. Поэтому нам не нужно ничего специально селектировать дополнительно, копировать откуда-то, куда-то и производить какие-либо такие вот файловые операции. Система внутри программы ChaseBase имеет внутренний механизм для того, чтобы производить такие закачки новых партий, которые являются новыми для текущего состояния нашей базы данных. 24% показывают, что у нас процесс сейчас уже 25%, 26%. В общем, процесс идет, надо только дождаться его окончания. Продолжение следует... 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 Оно, конечно, не очень хорошо смотрится на видео Но вы можете промотать этот видеоролик соответствующим образом Для того, чтобы не сидеть и не ждать, когда все эти минуты пройдут И когда все эти 8 миллионов с лишним партий будут обработаны Поэтому я вам советую просто промотать видео соответствующим для вас образом Для того, чтобы не тратить много времени Мне не хочется вырезать серединки И показывать вам только начало процесса и конец процесса Для того, чтобы если кто-то вдруг захочет посмотреть на весь процесс целиком То он будет иметь такую возможность и сможет почувствовать Насколько долго, реально, в реальной жизни этот процесс может протекать Для того, чтобы, ну, примерно иметь представление о том, как это выглядит Это не одна секунда, не две секунды И даже не одна минута, к сожалению Вот, ну, здесь ничего сделать нельзя Просто ввиду большого объема базы Поэтому еще раз Если вам не хочется ждать Вы имеете полное право промотать этот ролик до того момента, когда Как вам кажется, процесс подходит к концу И таким образом вы получите полное представление о том Как делается апдейт мега базы в ЧАС БС-16 Которым мы сейчас пользуемся Ну вот, сейчас если посмотреть на этот диалог То можно видеть, что у нас уже сделан бустер для почти 8 миллионов 7 миллионов Да, почти 8 миллионов партий Осталось где-то около полминуты работы Вот 8 миллионов И процесс закончится И мы можем После его окончания уже полностью Работать с обновленной базой данных С закачанными В мега Базу Новыми партиями Которые имеются на сегодняшний день Ну вот, процесс закончился На этом Я хочу закончить это видео Спасибо тем, кто Смотрел Нашел время посмотреть Надеюсь вам Теперь понятно Как это все выглядит Как выглядит процесс апдейта Мега базы данных Новыми партиями Которые Появились С момента последнего Вашего апдейта Ставьте лайки Или дизлайки Если вам не понравилось Или понравилось Это видео Подписывайтесь на мой канал Шлите вопросы Если у вас есть Или предложения Или если Вы что-то хотели бы Дополнительно сказать То пожалуйста Мой имейл Там приведем Если вы кликните На сайте На кнопку Абсолют И вы увидите там Мой имейл По которому Можно со мной связаться Ну вот На этом Разрешите закончить И До новых Встречи Субтитры создавал DimaTorzok